Что-то мне это место не нравится. Ярик! Фух, я что челлендж не проиграл? Ну вообще-то ты ступил ногой на землю. Да нет, Серёжа, не ступил. Ярик, я же видел, обманывать нехорошо. Но об этом никто не узнает, уже ночь. Думаю, за нами никто не следит. Вот. Вау. Класс, папа, вот это подарок, я понимаю. Думаешь, маме понравится? Ага. Я бы тоже хотел себе какой-нибудь транспорт. Какой это? Ну хотя бы велосипед. А я больше самокаты люблю. Но если бы у меня была такая машина, я бы в ней жил. Но у меня денег нет. Ага, я бы тоже в такой машине жил. Ха, жили бы в машине, говорите. А что? Это не сложно. И очень даже круто. А что? Мне нравится ваша идея. Хотите заработать денег? Ага. Ну нас на работу не возьмут. Предлагаю челлендж. 24 часа в машине. А победитель получит приз. 1000 долларов. Ого, я за. Я тоже. Это же так просто. Я заработаю и куплю себе велосипед. А я машину. Не так все просто. У меня есть условия. Какие? Первое. Вы не выходите из машины 24 часа. И второе. Вы можете взять всего лишь по три вещи. И у вас есть всего лишь пять минут на сборы. В смысле пять минут? Так мало. А если мы не придумаем, что за это время можно взять? Время пошло. И вы его теряете. О! Возьму спальный мешок. Ночью не очень тепло. Телефон. Без него никак. Ну и наверное воду. Стоп. А если я есть захочу? Стоп. А если я после еды пить захочу? Нет. Я точно после еды пить захочу. Ребят, что все-таки лучше? Еда или вода? Подскажите мне, пожалуйста. О! Я точно возьму спальник и телефон. Ну и куда без развлечений? 24 часа сидеть в машине. Вот, это точно пригодится. Проектор Лазер Икс. Я на него так долго деньги собирал. Ну все, я готов. Сереж, ну что там у тебя? У нас осталось полторы минуты. Я не знаю, что лучше, вода или еда? Конечно же вода. Без еды человек дольше проживет, чем без воды. Ладно, тогда возьму воду. Пошли. Ну что, ребята, поехали? А мы что, разве не во дворе будем? Нет, с чего вы взяли? Я тоже подумал, что во дворе. Ага, конечно. Так проще всего. Чтобы выиграть челлендж, вам надо будет постараться. Мы приехали? Приехали. Что-то мне это место не нравится. Ну вы же в машине. Время пошло. Не скучайте. Да, привез нас в самый скучный район. С чего ты взял? Ну смотри, вокруг лес, пустырь и два учебных заведения. А сейчас вечер. Да. А еще вон, заброшенный завод. Еще и машина такая маленькая. Тесно. Зато через 24 часа мы получим 1000 баксов. Слушай, а мы не уточнили. 1000 долларов получит один из нас или каждый? Не знаю. Наверное, один. А как мой папа определит, кто из нас выиграл? Ну тут все понятно. Кто продержится в машине 24 часа, тот и выиграл. А если мы оба продержимся? Наверное, разделим выигрыш. Слушай, давай немного выигры проиграем. Я отдохнуть хочу. Это не очень хорошо. Если выигрыш придется делить, мне тогда ни на что не хватит. Ладно, давай поиграем. Я устал играть. Глаза болят и руки. Я тоже устал играть и есть хочу. А ты брал что-то? Я под еды не отказался. Нет, сказано же было взять три вещи. Я взял телефон, спальник и лазер икс. Ты лазер икс на еду променял? Тем более, мы тут им не сможем играть. Нам нельзя выходить из машины. Ты что? Это же новинка. Проектор лазер икс. Да? Сейчас темнеет, я тебе все покажу. Это круче еды. Ладно, если никто из нас не взял еды, давай ее закажем. А деньги? Я их не брал. И можно ли по челленджу нам заказывать еду? Ну, рассчитаться мы можем и телефоном. И в правилах мы не обсуждали, что еду заказывать нельзя. Тогда супер, давай закажем. Пиццу, роллы или бургер? Ну, давай пиццу. Алло, доставка пиццы? Девушка, а можно филадейфью с лососем и пиццу четыре мяса? Адрес? Эм, политехнический институт? Доставка прямо в машину. Доставьте в желтую машину, называется жук. Расчет через терминал. Ждем. Ну все, пиццу заказал, ждем. Что ответили? Сказали, что привезут аж через тридцать минут. Ого, долго. О, давай в лазер-икс посоревнуемся, пока пиццу везут. Там можно соревноваться. Ага, сейчас покажу. Вот это проектор, а это бластеры. Попробуем на голубом слайде, он самый легкий. Держи, будешь играть синим бластером. Направляем проектор на стену. Нажимаем на красную кнопку. Затем синей кнопкой выбираем уровень сложности. Ну тут все понятно. L1 это легкий. Правильно. А L3 самый сложный. Ну давай посоревнуемся. Давай. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я выиграл... Ха, подумаешь, разрыв в одно очко... Ну ты знаешь, очень круто... Мне нравится так время проводить... А давай попробуем командой сыграть... Это как? На режиме сотрудничества... Смотри... Запускаем игру красной кнопкой... Зажимаем курок... И перезаряжаемся... И так мы можем играть в команде... Давай попробуем... Только теперь давай сыграем красным слайдером... Это средний уровень сложности... Ярик... Ярик... Фух, я что челлендж не проиграл... Ну вообще-то ты ступил ногой на землю... Да нет, Сережа, не ступил... Ярик, я же видел... Обманывать нехорошо... Но об этом никто не узнает... Уже ночь... Думаю, за нами никто не следит... А вон доставка нашей пиццы... Доставка пиццы, мы тут! Ммм... Пицца! Ммм... Хватит на меня так смотреть Это была просто случайность Поэтому челлендж я еще не проиграл Я спать Я тоже наелся Спокойной ночи Ребята, как мне поступить правильно? Ярик и правда не специально Но я же не могу предать друга А в рай тоже нехорошо Эх Ну что пацаны, как спалось? Нормально Вы молодцы, 24 часа продержались Вот ваши тысячи А что, только тысяча? Ну да, вы оба выиграли, поделитесь Ладно, пацаны, я на 15 минут отлучусь И потом вас отвезу домой Вот, держи Ты стой, я же проиграл А без лучшего друга Деньги тратить неинтересно Спасибо Напиши в комментариях, как бы поступил ты И поставь лайк, если понравилось видео И всем пока!